Отметили высокими наградами. В Белграде сегодня состоялось торжественное вручение наград тем, кто внес значительный вклад в развитие региона. Из 34 награжденных – почти половина представителей областного центра. Их имена в репортаже Ксении Голуб. В овальном зале Дома правительства собрались деятели культуры, представители бизнеса, депутаты, руководители различных структур. Пришли, чтобы поддержать тех, кому будут вручены высшие награды Белгородской области. Сегодня в этом зале собрались люди разных профессий и возрастов, надвиживая одним стремлением сделать нашу малую родину лучше, чище, светлее, укрепить ее промышленный потенциал, укрепить социальные благополучия жителей Белородщины, обогатить духовным смыслом. Высший знак отличия региона – Прохоровское поле, третье ратное поле России, второй степени – получил член Союза писателей России Борис Иванович Осыков. Именно он открыл белгородцам имена великих земляков – композитора Ломакина, сыщика Путилина, инженера Шухова. Даже привычное название края – Белогорье – появилось благодаря ему в книге «Белогорье. Синие дали». Признается, что всю жизнь познает свой край. Осенью 1947-го вернулся на родину отца, деда, прадеда и в десятилетнем впервые узнавал, познавал эту удивительную, щедрую, дорогую землю, которая теперь зовется Белогорье. Среди награжденных медалью за заслуги перед землей Белгородской первой степени – Александр Шишин, генеральный директор Белгородского завода металлоизделий. Его предприятие бьет рекорды по объемам производства. Конечно, это наград не моя личная, а всего в коллективах Белгородского завода металлоизделий, до которых я работаю уже 30 лет. На заводе трудится всего лишь 400 человек. Рынок нашего завода – это 47% рынка России. Вячеслав Семеченко уже 32 года трудится в Белгородском театре кукол. Свою профессию – дарить детям сказку – не поменяет ни на какую другую. За свой труд он удостой медали за заслуги перед землей Белгородской второй степени. 15 лет назад в этом же зале я получил награду «Заслуженный артист Российской Федерации». И вот вновь я на этой сцене получил награду из рук губернатора. Это высокую награду, о которой мечтает, наверное, каждый белгородец. Почетной грамотой губернатора области отмечен начальник Белгородского юридического института МВД имени Путилина Игорь Амельчаков. За годы его руководства ВУЗ улучшил не только материально-техническую базу, но и качество обучения. На протяжении всего существования нашего ВУЗа, ВУЗ очень динамично развивается, мы вносим коррективы в подготовку наших курсантов и слушателей, ищем новую форму и методики. И, конечно, особое внимание уделяем не только профессиональной подготовке, но и патриотическому воспитанию. За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, вручить нагрудный знак «Горячее сердце». Нагрудный знак «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив вручили 9-летнему воспитаннику Ровенского центра развития и социализации Максиму Герасимову. Формулировка награды «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим». Этой зимой Максим спас от гибели девочку, которая провалилась в водопроводный колодец. В подарок от губернатора мальчик получил путевку в детский лагерь «Орленок». Всего на сцену за наградами в этот день поднялись 34 белгородца. Сеня Голубь, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.